Итак, всем привет, с вами НДБГ, и мы продолжаем играть за нашу Южно-Германскую империю, но в скором времени Франкию. Если вы еще вдруг не подписаны, обязательно подписывайтесь, а мы продолжаем. И я тут думал, блин, воевать с Россией, ну на самом деле будет очень-очень неудобно прямо сейчас, пока у нас нету границы. Какую-то Литву надо будет съесть, потом еще что-то, потом там куда-то какую-то микрограницу, потом пушить до Урала через эту микрограницу. Я подумал, а зачем? Давайте просто уверенно сходим на интернационал, тут совсем чуть-чуть, капнем их пока еще, их войска тем более где-то в Канаде там туда плавают. И после этого уже будем иметь вот такую вот страну, и там уже решим. Кстати говоря, судьбы некоторые происходят, и вот я некоторые судьбы, честно говоря, забыл, да, скорее всего, сделать, из-за чего получилось, ну, не совсем хорошо. Но, но, в целом, что? Поддержка войны у нас откатывается, вот там еженедельные изменения плюс 5, это самое главное, поэтому в Европе мы съедаем, все-таки мы франки, поэтому мы имеем претензии на всю эту Европу. Вот, проставляем войска наши, плюс-минус сейчас все по позициям подойдет, и будем начинать нападение, я думаю. И очень неудобная ситуация в воздухе, на самом деле, у нас тут надо прикрыть 5 регионов. Если бы это был один, было бы в нем, конечно, намного проще воевать, а в итоге мы имеем вот такую вот ситуацию, когда один только французский фронт, это, в принципе, блин, 4 авиарегиона, да, раз, два, три, четыре. Очень-очень мне эти регионы не нравятся, ну, что поделать, придется так. Да, обучаются, пускаем мужики у нас в армии, и после чего уже мы, я думаю, перейдем в наступление. А еще я начал сплюнуть в авиации не стратегические материалы, таким образом уменьшая потребление алюминия, потому что, ну, слишком большие стали потребности уже, как бы, надо как-то что-то с этим делать. И у нас реально, что это? Господи, нас конвои и рейдят. Давайте вот так вот сделаем, и вот так вот справляйтесь, пожалуйста, без этих смешных каких-то путей. Так, все войска обучены, Франция, полотвое время. Начинаем сразу наступление, при этом нажимаем вот эти кнопочки, потому что у них, у французов здесь невероятно жесткий Кремлин, здесь забыл планирование нас собирать, как они собирают прямо сейчас. Крепление здесь солидное, 6-го левела, поэтому надо, конечно же, помочь нашим войскам эти укрепления прорвать. Смотрите, как безумно наши бонусы уже настакались. Действительно прекрасно. И да, мы сможем пробиться, я думаю, без проблем особых. Так, здесь войска сейчас планирование набрали, тоже можем начинать атаку. Итальянцы еще не в войне вообще, поэтому они еще не знают, что их ждет. Точнее как, они уже предполагают, но не спешат выходить в войну, потому что они не готовы. Пал уже Париж сразу же. Да, очень быстро, очень быстро. Но мы не будем останавливаться, я думаю, мы сможем сразу за один удар забрать всю Францию. Нам даже не нужно перегруппироваться. Да, так и есть. И воздух мы кое-как держим. На самом деле очень упрощает держание этого самого воздуха. То, что мы не воюемся еще с Италией, и весь воздух с Италией просто перебросил во Францию, стало, конечно же, намного, намного проще. Ну и вот такие вот у нас потери получаются. Дальше, что вот эти потери, это еще без учета госпиталей, то есть туда число еще снижается по госпиталям. Так что, да. Размены, конечно, шикарные. Ну, французы увели сюда больше, чем своих войск. И у них, конечно же, нет такой хорошей авиации, как у нас. Французская коммуна сдалась. Они поняли, что все. Противление бессмысленно. Да, оккупируем последние провинции. Добьем там войска, которые туда пытаются. Туда забежать. Кто-то, наоборот, пытался еще, по-моему, еще спасти французов. И готовим сразу, я думаю, высадку вот здесь вот в Британию. А на юге сейчас будем готовить вторжение в Италию. Так, авиации над Италией есть. Тут какую-то еще авиацию я поставил. Нашу территорию защищать от нас. Представляете, бомбят. Какой ужас. Ну и мы почти готовы наступать. Опять-таки, ребята всегда обучаются. Обучаются только вот эти. Теперь мы можем наступать. И да, достаточно успешно. Здесь, конечно, есть какие-то микро-проблемы, но здесь все-таки горы, стоит понимать. Так что да, там проблемы неизбежны. Но в целом все отлично. Нам нужно вот этих ребят высадить. Давайте наш флот отправится вот так вот помогать в этой высадке. Даже командующего флотом этим поставим. И мы, в принципе, можем начинать эту высадку. Давайте-ка сразу же некоторую авиацию отправим сюда, помогать им в этом нелегком однозначно деле. Примерно как-то вот так, я думаю, их должно плюс-минус хватить. Сейчас начинаются битвы. Где-то успешно, где-то не совсем. Да, порты достаточно плотно охраняются. Все еще, я думаю, тем не менее, мы сможем добраться. Хотя вот здесь, вот видите, здесь очень много дивизий оказалось. Поэтому там мы не смогли взять их. Но здесь Дувр мы берем и Форт Смоулс мы тоже в теории должны брать. Да, Дувр есть. Теперь мы можем сделать вообще вот так. А все армии, что находится здесь, отправить приказ вот сюда вот плыть. В принципе, поехали. Поставим здесь приказы на сопровождение конвоев и патрули, чтобы разбираться с подлодками. И наши припасы, и наши, в принципе, войска в безопасности доставить. В целом я вижу, что мы успешно здесь все занимаем. Войска немножко троллятся и не туда едут. Но в целом вроде все окей. Хотя некоторые дивизии уже очень жестко подамажили. А здесь еще и русский флот. Нас прям решили душить всем селом. Ну, удача с этим мы потом что-то все равно победим. Я думаю, стоит начать уже здесь наступление. В принципе, мы позицию укрепили. А флоты чуть-чуть сделали все ситуации побезопаснее. Нормально. Здесь ситуация не сильно продвигается. Все-таки у нас все еще есть проблемы с тем, что авиаций у нас не так много. Она шикарная, поэтому развениваемся мы очень хорошо. И преимущество, где у нас не так много противников мы захватываем, но все равно немножко тяжко. Падение Лондон, кстати говоря, произошло, так что чуть-чуть сейчас попроще. Ну, ничего. Мы со всем этим справимся. Это все временные сложности нашей Франкской империи. Кстати говоря, мы понесли некоторые потери. Я думаю, да, это акты для итальянцев. Очень много мы понесли потери. Но нормально. Давайте ставим вот это наступление, пожалуй. Добьем здесь группировку на севере. После чего уже пойдем добивать сам Юг Италии. И вот оно. Кольцо сжимается, итальянское. Кольцо вокруг войск тоже, в принципе, сжимается. Так что я думаю, мы вот их добьем. Особенно здесь жестко работает наша авиация. Просто посмотрите на эти цифры урона. Просто посмотрите. Несколько сотен урона по организации боеспособности. Вот так и пропадает итальянская молодежь. Ой, мы можем сделать порядок в Волонии и в Люксембурге. Сделайте национальным. Это нам надо, пожалуй. Так, тут еще и легитимность какую-то можем подрывать. Но нам это все неинтересно. Падет Британия, Италия. Падет, в принципе, весь интернационал. Начинаем мы финальное наше наступление. Господи, как мне эти ивенты асов бесят. В Италии. И, пожалуй... Пожалуй, да. Пожалуй, скоро это все закончится здесь. Здесь я тоже немножко остановился. Перегруппироваться. Планирование поднабрать. Авиации чуть-чуть поразмениваться, потому что мы размениваемся очень в плюс. Как бы. Поэтому это всегда выгодно. Вообще, есть ли у нас еще дополнительная авиация? Да, у нас... У нас много дополнительной авиации, черт возьми. Поэтому это все мы должны использовать обязательно. И, я думаю, можем снова начать наступление здесь. Давайте вот так вот нажмем. Вдруг там где-то фортификация есть. В Италии мы забрали уже Рим. И остается лишь сам юг добить. Британия пала. А за ней, по-моему, сейчас падет и Италия. Ну, так и есть. Я пытаюсь зарашить их в победной точке. Но, блядь, ну, как обычно получилось. Ну, сейчас мы справимся. Я думаю, авиации здесь хватает. И я переворачиваю ситуацию. Ну, в принципе, как я переворачиваю? Моя авиация переворачивает ситуацию. И то, что оказалось нашим окружением, оказывается лишь дополнительными окружениями итальянцев. Вот здесь вот. С чем боролись, и напоролись. Есть все, мы еще и войс-надийскую федерацию там заберем. Но, в целом, то, что нас интересует, по факту, это именно Европа. Ну, раз нам что-то дают еще, мы, конечно же, это тоже все заберем. Можно еще забрать британский флот, я думаю. В принципе, что, не помешает. Остальные флоты уже можно икторить. Типа нам больше-то и не нужно. Нам, в принципе, и текущего бы своего хватило навсегда. Ну, раз дают чуть-чуть еще побольше, прям критическая, супер критическая масса, то окей. И вот оно, наша франкская империя. Франкская мечта сбылась. Будет теперь отлиния называться империя франков. Плюс ячейки исследований, еще одна, и коронация императора группы Рехта Первого. Ячейки исследований шестая, это звучит очень-очень приятно. Кстати говоря, все-таки потеряли здесь 9 дивизий, господи. Это очень больно было. И теперь у нас подходит война с Россией. Что ж, надо к ней нормально подготовиться. Я, кстати говоря, тут еще на Испании, на Дане планирую напасть. Ну, так правильно, надо расширять земли франков, я считаю. Но в целом нам надо как-то сейчас границу с Россией получить, так что будем планировать захват Польши, Беларусь, Украины, Литвы и, наверное, еще и Латвии с Ригой. Посмотрим. Вот Даня присоединяется к нашей франкской зоне влияния. Ну и Даня, как с нами, сопротивляться не в состоянии. Нужно теперь сделать КП на всех вот этих вот парней по одному. Не хватает напряжения в мире, чтобы фабриковать? Господи, как же это смешно звучит. То есть захват всей Европы, Южно-Германской империи недостаточно напряженного для вас. Правильно понимаю? Там, кстати говоря, Республика Африка Нува объявила нам войну. Жесть, он безумный. Вот она, карнация императора Руприхта Первого. Великолепный день в нашей истории. Да, да. Император Франков. Наконец-таки. Ложочек. Любопытный, я бы сказал так. Есть какие-то... Господи, как же ужасно это считать. Претендовать на европейские территории, которые мы претендуем, что? Мне страшно это читать и открывать. Я не буду туда смотреть. У меня глаза болят читать, ребята. Если у вас не болят, то, конечно, это... Можете прочитать, но вы заранее соболезную. Нам бы, наверное, на восток еще сходить. И в целом мы плюс-минус можем считать эту партию готовой. Франк, как бы, будет готова. Давайте... Типа, мне смешно, что я не могу делать КБ. Я не знаю, куда оно пропало. Вся напряженность. Она вроде только росла. Поэтому мы сделаем вот так. Но пообъявляем войны уже вот так. Потому что, ну, очевидно, что если мы воюем с Россией, перемирия в этой игре нету. Да? Если мы воюем с Россией, то, очевидно, мы будем просто нейтралитет с всех сторон между нами игнорировать абсолютно. А, кстати говоря, пытаются бомбить. И бомбят вообще даже, кстати говоря, я вам скажу, очень солидно. Давайте отсюда побольше самолетов отправим сюда. Очень солидно бомбят. А что это? А, ну это нам бомбливают какую-то инфраструктуру. Поэтому это так много урон наносит. Но теряют они очень много самолетов на этом. А здесь конвои, господи. Как меня раздражает это все от конвоя. Огромные, смешные. Но надо подэвить их, конечно. Итак, на Польшу мы начинаем нападение. Польшу мы тут, в принципе, проносим достаточно легко и просто. Авиация, армия, все работает на прекрасном уровне. Падение же Варшавы. Франция нападает на нас. Кто вы такие, чтобы на нас нападать? А мы, кстати говоря, здесь ничего. Блин. Есть такой вот нюанс, что, наверное, эта территория суперудобная для того, чтобы нападать в Канаду. Поэтому нам бы туда попробовать успеть вернуться, но я не уверен, что мы успеем. Ну раз на нас напали, мы-то не нападали, я замечу. Конечно, нам придется обороняться. Польша капитулировала. Продолжим наш поход на восток сейчас. Следующее будет Королевство Литва, я думаю. Они тоже слишком долго пользовались этим своим нейтралитетом. Пора с этим покончить. Ну и мы тоже здесь спокойно пробиваемся. Ну и да, наши войска сюда не успевают прибыть. Кстати, насколько они далеко были? Ну, не слишком, но достаточно далеко. С другой стороны мы можем расположиться вот здесь. И отсюда уже потом планировать наше наступление в Канаду. Литва капитулировала. Отлично. И давайте теперь, знаете, что мы сделаем? Что мы сделаем? Сейчас я вам покажу. Ну, было бы нечестно нападать на все стороны по одной, поэтому давайте мы просто объявим войну всем и сделаем единый фронт. Назовем это коалиция, которая собралась против нас, поняв, что нейтралитет соблюдать не получится. Значит, надо принимать действия. А значит, мы теперь можем сделать вот так и вот так. Намного проще, логичнее и приятнее. Давайте так. По позициям. И Румыния тут, кстати говоря, тоже на нас напала, по-моему. Это не я даже именно объявил войну. Так что, я думаю, теперь все вдвойне справедливо. Ну, что я могу на это сказать? В атаку моей легионы Франкия будет снова великой. Ваши имена будут навеки записаны в историю. Так наверняка им говорит генерал. На самом деле, записано имя генерала. Ну, он об этом им не говорит. Но зачем? А мы, я думаю, будем вынуждены фронт растянуть подальше как-то. Давайте сделаем как-то... Заберем оттуда, наверное, одну армию. Вот эту. И тут еще и Турция. Господи, вот эта коалиция под стать Франкия, я думаю. Вы, ребят, сюда. И сейчас будем здесь что-то планировать. Но основное наступление все равно будет, я думаю, здесь. Итак, первого члена коалиции мы выбили. Рига Пала. Вместе с ней и здесь бывшая Латвия. Здесь мы как-то на позициях стали. Можем попробовать перейти наступление. В принципе, да. Я себя чувствую уверенно на этом фронте. Можно еще авиацию сюда подпросить побольше. Единственное, я чувствую, конечно, нехватку того, что мне надо очень много здесь этой авиации маневрировать. Но нормально, нормально. И прошло неожиданное. Россия высадилась, что ли, на севере Германии. У меня тут есть микрорезервы, но это прям совсем микрорезервы. Давайте вот эту армию оттуда перетащим вот сюда. Друг вопрос, что она будет доезжать сюда миллион лет. Получилось реально неожиданно. На самом деле, надо было, наверное, поставить приказы флоту, чтобы такого не произошло. Ну ладно, сейчас будем флотом кое-что делать. А именно, я буду просто рейдить вот здесь вот под лодками все, что могу. Хотя без вот этого пролива на самом деле не смогу даже. То есть мне нужно все-таки какие-то территории вернуть. Ну ладно, армия наша из Гренландии возвращается уже. А, ну и Канада обвила войну просто в моей Британии. Вот, наверное, что и произошло. Вот она здесь и бегает. Тоже надо будет с ней как-то разобраться, попробовать. Белая Рутения кратнула. Отлично. Можем перейти дальше. Расказать, давайте-ка побыстрее до фронта. В принципе, на восток мы идем. Здесь мы идем тоже постепенно. Север мы кое-как начали удерживать. Сейчас еще и прибудут какие-то подкрепления. Станет еще чуть-чуть попроще. А вообще, вообще вот эти дивизии я бы отправил сюда. разобраться с канадцами. Мы посмотрим сейчас, как и что будет. И у меня уже готовятся вот здесь вот мои резервы. На самом деле, это их уже и депло есть, черт возьми. Иначе будет в один момент поздно. Так что, да, наверное, мы, знаете, как сделаем вот эти дивизии. Вообще, наверное, нет. Вообще надо сделать вот так. И вот так. И вот так. И еще надо выставить им генералов. У меня их нету. Поэтому нам надо повышать офицеров. А у нас нет команды хачков на это. Ну ничего, скоро будут. А вот мы и заставили Эстонию капитулировать. Господи, тут стоит 18 дивизий в этой одной провинции. Абсолютно ужасная трата ресурсов. Будем сейчас разбираться со всем этим. Ну, войю сразу на... Я бы сказал, три фронта. Даже четыре, можно сказать. На всех мы побеждаем. Это сила Францкой империи. А также сила непринятых таблеток. Ну и наши запасы настолько огромные, промышленные, да, что мы можем просто вот так вот армией штамповать постоянно. Просто в огромных количествах. Так что мы так и делаем. Нам нужно сейчас защищать нашу страну. Ухаритов взят. В принципе, вот-вот, я думаю, капнем Болгарию. Это, Румынию. Да. За ней сразу и Болгарию. И вот эти войска все тоже сейчас будут окружены. Турция только, наверное, не капнута. Да, так и есть. В принципе, и Болгария. Сейчас разберемся с этими всеми спорами на нашей прекрасной стране. Вот и Болгария капнула. Осталось всем, я думаю, немного. Полная капитуляция этого альянса. Единственный момент, что это, как раз таки, российский альянс. Так что капитуляция не скоро. Но вполне в один момент она произойдет. Ну и смог я здесь от вторжения практически полностью избавиться. Здесь, видите, немножко даже войска вообще на приколе оказались. У нас, кстати говоря, можно уже командиров сюда назначить. У нас еще и две дивидии вот здесь почти не умерло. Ну, такое иногда случается. Так вот, здесь мы... Всем этим будем справились. Войска здесь, кстати говоря, успели обучиться. Это прекрасно. А здесь ситуация так себе, но я думаю, сейчас туда наше подкрепление отсюда перебросится. И все станет попроще. И в Норвегию, кстати говоря, тоже в том числе. Я думаю, надо отправить войска будет. И что ж, война просто, ну, не прекращается. Нереальная долбежка на всех фронтах. В Норвегии наши войска. В Британию сейчас подкрепления идут. В Румынии вот здесь вот... Россия сюда завела еще больше войск. Но, кстати говоря, оставила всю Россию без прикрытия. Здесь просто почти нету дивизий. Мы уже готовы к этому. У нас уже две армии почти готовы сюда. Вот эта армия сейчас пойдет, я думаю, вот этот фронт сделать. В общем-то, начинается нереальная тотальная война со всем миром. Что там, в принципе, и нормально. Мы в Франке, у нас вон Мэн Пауэр. 200 миллионов это наше подходящее. 230 это не национальное. Типа не подходящее, но туда мы тоже 0,4 забираем. В общем-то, Мэн Пауэр у нас дофига. Наши склады просто ломятся оружием. Да, там просто 300 тысяч пехоты. Мы можем в один момент, я думаю, просто почти всю молодежь своей страны под ружье поставить. Так что в этой войне мы победим. А вы обязательно подписывайтесь, если вы еще вдруг не подписаны. Лайки, комментарии, оставляйте. Твиждискорд опять заходите. Не забывайте. И до скорых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok